всем привет меня зовут маша и вы на канале цветонутая и как вы думаете о чем сегодня будет видео да это распаковка моих новых хой тут даже гадать нечего я конечно мечтаю о многих растениях присматриваю но я их не покупаю потому что у меня нету места лишнего но для хочет для моих любимых хочет у меня всегда найдется место давайте с вами распакуем сейчас распакуем основное и будем с вами дальше смотреть что же там мне пришло как же всегда это волнительно как же это приятно открывать распаковывать вы посмотрите как любовно все это за вот он запаковано прям прям приятно смотрите ну ладно давайте по порядку сейчас я все это размотаем поставлю и будем смотреть что же у меня тут у меня тут много оказывается какая красота нет слушайте наверное надо вместе с вами до распаковывать потому что если я буду одна что эти эмоции будут уже приглушенные ну давайте смотреть час я поверну камеру сюда так сейчас мы уберем коробочку и надеюсь будет хорошо видно может даже вот так это посылка из ижевска мне страшно где все заказываем девочки я просто везде тут просто везде кстати вот у блогеров и смотрела что-то мне выбор не очень нравится вот просто на авито заходишь и там такой огромный выбор так это у нас ой лакуноза гриз грин and long лифс я последнее время что-то на лакунозе прям полюбила лакунозы смотрите такие у нее листочки я надеюсь фокус берет вот такие листочки с жилочками это лакуноза длинная кстати корниана и лакуноза это что-то очень никто не может разобраться в чем отличие какое-то отличие есть но их все время путают поэтому корнианы и лакунозы одно и то же я считаю у меня есть корниана black and long black господи блэк лифс корня на блэк лифс за гараж к в общем тоже на считать тоже лакунозом ну по крайней мере мелколистная запаковано замечательно ой тут смотрите вот такая вот красотка так мы ее поставим сюда сейчас я надо чтобы было красиво да так дальше это у нас дисхидия дисхидия по-моему я такой мечтала их просто два вида есть в регатное а есть просто си сильвер это сейчас я скажу точно как называется наверно подписано сейчас мы с вами вместе посмотрим ну кстати продавец прям вот заморочил с упаковкой я так конечно не заморачиваюсь надо тоже брать себя в руки тоже так делать смотрите сколько бумажечек ей надо было нарезать из скотча чтобы все это запаковать чтобы ничего не сломалось это дисхидия нумилария альба маргината так вот такая дисхидия мне очень она нравится как она ползает по земле по земле по горшку ползет и потом свет начинает когда уже наросла на горшке она начинает свисать из горшка как бусинки и это просто прелесть ты давно не хотела ее и сестричку ее который silver silver я запуталась честно говоря но по моему silver тоже у меня где-то в пути будем смотреть ждать что же нам придет еще так дальше надо было конечно купить купить или сделать какую-то вот подложку чтобы все что сыпется сыплась на подложку это тоже это тоже дисхидия я полюбила дисхидии это же дисхидия это сестренка кои очень близко есть хлои которые переименовывают дисхидия и дисхидии которые переименовывают в холи а все потому что разница у них очень очень трудно понять их разницу так я вам покажу одну такую потом не знаю сегодня ли она придет или в следующей посылке я вам ее покажу так так кстати бумажечка такая влажненькая вот это вот сам грунт не сказала бы что влажный так скорее всего я для начала поставлю все это в тепличку потому что боюсь как бы дисхидии стресс не произошел такое ощущение что их недавно посадили но корни есть есть так вот такая дисхидия мажор крутит домики написано вот такую дисхидии я хотела тоже и все хотела иначе были покупала правильным так так после каждого наводим порядочек так дальше дальше так смотрим дальше ткань это или мелколистная хоя или еще одна дисхидия все-таки смотрим интересно запаковано так 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 да это дисхидия и пупырышки класс ну как мне нравится конечно это все малышечки конечно это все еще растить и растить ну и хорошо у меня будет много места зато и время будет убрать а за что это зацепилось за побег блин молоденький ростик но это скотч это не я скотч прилип вот такая красота так так дальше да это не последняя моя посылка мне еще идет две посылки я здравствуйте я Маша и у меня зависимость я зависима цветами хоя новинка сп калимантан называется а это моя спонтанная покупка да да я вспомнила я очень долго думала насчет нее это хоя хоя редкая да и недешевая сейчас я ее вырву прямо с корнями отсюда так в общем она очень красиво смотрится когда она разрастается тоже вот эти маленькие ее листочечки кругленькие с черным такое с ободочком и она загорает она загорает и становится красноватой такое так да конечно у нас стройка целый день возле дома облагораживают территорию о муха полетела у меня включил фумигатор ну не забываю его включать надо каждый день включать тогда они полностью исчезают через какое-то время потом конечно опять появляются но с таким количеством цветов это неизбежно тут что хотите делаете но либо так либо его растение вообще так так это гунунг гадинг это хоя тоже хотела мне очень нравится как она загорает на солнышке становится ярко-ярко-коричневый такой красный очень классный череночек с ростом надеюсь он не отсохнет после пересылки так вот этот листик молодой нежненький так я надеюсь что все видно потому что не вижу что я снимаю такой вот он класс так мы его поставим на задний план убираемся дальше это тоже дисхидия я ее открою вот учитесь как заворачивать я буду учиться тоже стараться так же делать ой как я опрометчиво начала открывать что-то не порезала могла что-нибудь отрезать лишнее так это дисхидия с нейли или клей стата крутит домики тоже надеюсь я их всех сохраню особенно дисхидии потому что дисхидии у меня были у меня с ними не очень опыт хороший почему-то дисхидии меня не очень любят я решила с ними подружиться все-таки с хоями я как-то подружилась да хотя мы тоже с ними не сразу общий язык нашли я их часто заливала и не знала в чем дело так какая-то прелесть есть даже вот в этих вот зеленых листочках как монеточки какая-то прям своя прелесть даже без домиков она красивая у меня прям к ним такая любовь так еще немножечко еще две осталось в этой посылке я так понимаю на срез у меня ничего не будет и это хорошо но в других будут срезы и надо будет укоренять а это время как ни крути время время и удача так это очень-очень это новиночка очень-очень желанная новиночка это хоя лаконоза амарилла новинка тоже новинка вы знаете я подумала что раз уж я люблю хои раз уж я такая прям любительница коллекционерша то надо следить за трендами и следовать им и приобретать новинки так посмотрите какая у нее листва надеюсь будет видно так я их конечно опрыскаю сейчас все на всякий случай так вот смотрите какая листва какая-то прям в пятнышку камуфляжная это да это такая лаконоза амарилла кстати говоря здесь есть что почеренковать что хотя тут рост идет может не надо черенковать тут два роста вот один тут один как бы идет этот большой и что-то там еще внутри есть и даже кто-то чего-то отрезалась может быть и не буду трогать если он не отсохнет то трогать не буду да не хочу сейчас пока лето пускай растет если рост отсохнет там после каких-то хо и очень нежные волнительные если их часто тревожить то они могут стрессовать и скидывать свои росты засушивать кончики молодые листочки так это я не помню что а это подарки вот это я очень люблю подарочки ребята так о дисхидия авата уан страйп уан написано уан страйп это дисхидия авата у меня есть а я вам даже сейчас покажу ее я недавно ее вытащила из теплички вот такая красоточка видите у нее вот такие вот листочки вроде бы все хорошо у нее идут ростики не засушивает так что стоит у меня на полочке очень трясусь над всеми над ними так одисхидия авата ван страйп это вот с такой одной полосочкой сейчас мы фокус наведем вот тут вот одна полосочка такую я ну редко встречала на самом деле нет она встречается но не часто коллекциях так ладно это будем укоренять в тепличке так дальше дисхидия и уанта а в регат на и анта ой боже мой это я вспомнила когда-то я в закупке по моему что-то покупала такое когда они только появились да и она у меня погибла это моя первая по моему самая дисхидия была и она погибла ну закупки это дело такое вот неудачный опыт у меня был именно с закупочными дисхидиями пандолин кисис там была и вот такая вот по-моему у нее были больше даже листочки вот такая вот такая ну красивая смотрите мне нравится на картинке она не такая красивая была как сейчас вот в живую красоточка так ой девочки это и мальчики если меня смотрят ну мне кажется меня много девочек смотрят дисхидия намулария смайл смол наверное лифс а не смайл так ну давайте давайте это в общем получается такая же намулярия видите только здесь кругленькие варегатные листочки а здесь маленькие они не такие круглые они они вот такие вот как бы ну круглые конечно ну чуть-чуть вытянуты на кончиках я надеюсь камера сможет показать вам такая вот так ну вот ну что ж вот и весь мой обзорчик это я сейчас поставлю в тепличку укореняться в общем все сейчас попрыскаю чем я буду прыскать вот такой штукой я купила в принципе я всем все что у меня есть в наличии шику спрей от насекомых вот сейчас у меня такой до этого 30 плюс использовала еще какой-то японский использовала это интоксицид на основе ромашки долматской какой-то в общем это какой-то безопасный вот немножко подсохнет и буду укоренять ну что ж на этом я видео закончу будем смотреть как они будут расти со временем наблюдать подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии и так далее и тому подобное а я пошла медитировать на свои на свою прелесть еще столько же придет мне еще прелести другой мне уже пора наверное список надо делать срочно список потому что я уже не помню где чего что у меня есть что у меня что я покупала что не покупала в общем надо надо список ну все всем пока пока увидимся